Моя книга сказок Я хочу с вами читать эту очень толстую, но очень интересную книгу. Какая же сказка сегодня ждет вас? Давайте позовем скорее моих маленьких слушателей. Бегите сюда и усаживайтесь поудобнее. Руслан, Алиса, Эмиль и Алина уже готовы и с нетерпением ждут. Если и вы готовы, то поехали. Руслан, Алиса, Эмиль и Алина Было или не было, решайте сами. Однажды жил-был в лесу самовлюбленный комар. Этот комар считал себя королем и бросал вызов каждому. Однажды он вышел из своего домика и летал между деревьями. Летая, он приговаривал. Я тут хозяин. Я король комар. Передо мной с уважением склоняют головы и лев, и тигр, и утка, и корова. В этот миг из зарослей выскочила лягушка. Ква! Ква! Если в этом лесу и есть король, так это лев. А ты кто такой? Проквакала лягушка. Комар очень расстроился после этих слов. Я сильнее льва и могу доказать это. Решил он и отправился на поиски льва. Когда он его нашел, лев мирно спал в тени деревьев. Комар начал кружить прямо над головой льва. Бззз! Бззз! Я король комар, хозяин этого леса. Лев приоткрыл глаза и не принял всерьез слова этого комара. Он просто закрыл уши своими лапами и продолжил отдыхать. Но комар не отступал. Бззз! Бззз! Посмотрите на этого льва. У него нет ни крыльев, ни длинного острого носа, как у меня. Лежит себе, спит, да еще и считает себя королем. Но нет! Настоящий хозяин и король этого леса – это я. В этот раз лев разозлился и попытался смахнуть комара своей лапой. Но не смог. А комар совсем осмелел и никак не хотел оставлять в покое льва. Лев теперь пытался поймать комара обеими лапами и отмахивался. Не поймает, не поймает! Визжал комар и сел прямо на нос льва. Лев совсем разгневался и решил уйти, чтобы быть подальше от этого назойливого комара. Отныне комар был просто счастлив. Хоть его и называют король лев, я смог его победить. Нет никого сильнее меня! Продолжал восхищаться комар сам собой. И в эти свои минуты славы он не заметил, как запутался в паутине. На помощь! На помощь! Звал комар. Но никто его не слышал. И когда его видели в последний раз, он все еще пытался выпутаться из той паутины. Как вы думаете, ему это удалось? Нет! Тут уж как мы сами нафантазируем. Итак, дорогие друзья, мы сегодня прочитали сказку о самовлюбленном комаре. И наша передача подошла к концу. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!